Хотелось бы, чтобы наши семинары были посвящены свежим Нобелевским премиям, полученными российскими участниками, учеными, сделать такую традицию. Сегодня мы можем попробовать начать. Сейчас я думаю, что в этом зале присутствуют многие, кто слышал Никита Алексеевича Толстого. И до меня дошли сплетни, что Михаил Никитич унаследовал талант лектора у него. И я надеюсь, что мы сейчас можем в этом убедиться. Спасибо. Спасибо за то, что предоставили здесь мне слово, хотя в собственном предмете Нобелевской премии Алексея Ивановича Леши Якимова, правильнее всего, чтобы рассказал он, но он в Америке, а я оттуда приехавший. Я получил возможность выступить перед вами. Дорогие друзья и коллеги, я чрезвычайно, с одной стороны, польщен, а с другой стороны, смущен составом аудитории. Я вижу здесь людей моего возраста, для которых мои воспоминания о том, что было 45 лет назад, абсолютно тривиальность, возражения. Они не так видели жизнь, которая произошла 50-45 лет назад. А с другой стороны, вижу молодежь, которая и не нюхала того времени, родились вообще в 21 веке при одной и той же власти. И для них то, что было до 20 лет до их рождения, ну это как, например, для меня, за 20 лет до моего рождения. Что было за 20-25 лет до моего рождения? За 25 еще не было Октябрьской революции, за 20 гражданская война еще не кончилась. То, что для всех столетняя давность, и даже для меня самого, 20 лет, мое рождение и 20 лет назад, это такая дремучая древность, что даже если книжки почитаешь, одна книжка пишет одно, другая – другое, и все эти воспоминания и события просто не склеиваются между собой. А если взять мой возраст и назад от моего дня рождения отсчитать, как для вас, молодых, ваш возраст минус 20 лет, ну что, разлитой социализм для вас, а для меня мой возраст отсчитать назад, дата моего рождения – это еще крепостное право в России, совсем дремучие времена. Потому что время – вещь очень странная, свой возраст прилагать к исторической шкале – дело, с одной стороны, забавное, с другой стороны, неблагодарное. Но, тем не менее, я обещал организаторам, что я расскажу о том, что было 45-50 лет назад, как мы работали, когда мы были относительно молодыми. То есть мне, к примеру, было, ну что, 35-40 лет. Я уже был как бы матерый, готовый, доктор к сиритации, должна быть защищаться в эти дни. И что же это была за обстановка? Развитой социализм. Сейчас, когда мы с ностальгией вспоминаем, ах, да чего? Какую страну просрали? Какая была страна? Какая мощь? Какая красота? Какое всеобщее уважение? Как было все свинчено, слажено, хорошо? И надо же, разрушили эту гармонию. Ну, с одной стороны, гармония, а с другой стороны, в то же время, существовала известная формула «пять противоречий разлитого социализма». Кто-то помнит, молодежь – нет. Эти противоречия следующие. Никто не работает, а планы выполняются. Планы выполняются, но нигде ничего нет. Нигде ничего нет, а дома у всех все есть. Дома у всех все есть, и все недовольны. Все недовольны, а голосуют «за». Оставляя неконтролируемые ассоциации и о современном времени, как учил нас Алексей Константинович Толстой, ходить бывает склизко по камушкам иным, о том, что было близко, мы лучше умолчим. Вот, сохраняя эту парадигму, я попытаюсь описать то время. Куда мы продвинулись с тех пор? Мы продвинулись с тех пор в новую формулу, которая звучит так. В этом я узнал в Америке. «Россия – это такая страна, про которую, что ни скажи, все будет верно». «Россия находится на страшном спаде, кризис, ничего не получается, тупик, развал». Согласно. «Россия – страна, которая, наконец, освободилась международным, признана международным сообществом богатства, нескончаемая, мы переживем все кризисы». Тоже верно. И вот что ни скажешь, все верно про Россию. Но какими-то кусками. В одном так, в другом сяк. В одном – этак, а в другом, еще неизвестно, третьим кандибоббером. Вот Россия – страна противоречий. Что было 45 лет назад? Россия находилась в глубочайших противоречиях. Эти противоречия уживались между собой, как в русском сознании. Полное, так сказать, полное смешение. Ну, например, выборы в те времена. Бюллетень. Получаешь бюллетень, голосуешь. Должен голосовать. Там в бюллетене одно имя. И мелким почерком внизу написано. В случае, если вычеркнуты все кандидаты, бюллетень считается недействительным. И всего одно имя. Люди брали бюллетень, смотрели. Ничего не происходило в их мозгах особенного. Ну, такие условия игры. Брали бюллетень и бросали в урну. Откуда же берлось 99,6% голосования за вождей, которые были при жизни Брежнева? А очень просто. Мне рассказывали члены избирательной комиссии, которые работали. Как правило, в школах происходило так же. В школах заманивались людей, потому что пришел на выборы, а там на столах бутерброды с колбасой, которые так люди не видели. А пришел на выборы, подкормился слегка, запил лимонадиком этот бутербродик с колбаской. И чувствую, что хорошо. Пошел домой удовлетворенный. Члены избирательной комиссии говорили. Вот сколько осталось бюллетеней нерознанных, они прямо эту пачку болтых в урну. И сосчитали массовые посещения избирательных участков. 99,6% голосов за. Повально. И люди с этим жили, потому что это их игры, а наши игры. Это значит выстоять в очереди за дефицитом и как-то прокормить детей. Как противоречия, которые существовали в социализме тех времен, чем они уравновешены? Нельзя было, чтобы просто все происходит на основе только вранья и силы, которая заставляла к этому вранью относиться толерантно. Три компоненты были тогда. Первое. Бесплатное жилье. Ждал-ждал в очереди, дожидался бесплатно. Ждал-ждал в очереди, магазин получил дешевый продукт. Второе. Бесплатное образование. Каждый мог рассчитывать, что он получит высшее образование, если будет хорошо в школе учиться. И третье. Бесплатная медицина. И вот эти три завоевания существовали. Иностранцы в этой ситуации просто хватали за голову. Как это может быть? Бесплатное жилье, бесплатное образование и бесплатная медицина. А все очень просто. Бесплатное жилье. Но не всем. Все жили в коммунанках, надеясь на бесплатное жилье. Бесплатное образование. Оно было настолько массовым, что выпускали тысячи инженеров. Понятие об инженерии неумеюще сидели. Сотни девушек за кульманами чертили. И ничего. Пили чьи, точили лясы. Обсуждали, где можно купить что-то, доставленное в страну фарцовщиками, так называемыми спекулянтами. Ну и бесплатная медицина, уровень ее качества. Все старались лечиться у знакомых врачей, которым они доверяли. А не вообще медицины. И все до очереди, очереди, очереди. Когда я был депутатом, старушки приходили ко мне с разными просьбами. И они говорили, вот раньше было. Сейчас все, все дорожает. Купить не все, но так дорого, но просто невозможно. То ли дело раньше. Постоишь часика 3-4, но все-таки возьмешь. Я говорю, ну а свобода? Вы можете ездить по всем странам сейчас. А на что? Другие страны. Мне здесь надо было, чтобы как-то прожить. И достижения, которые были достигнуты в конце 80-х годов. Свобода слова, свобода передвижения и так далее. Они всем населением поднимались в какой-то новый этап. Как это выражалось в других областях? Например, надо перейти к науке, которая тогда существовала. Вопрос был. В СССР того времени наука была или не была? Конечно, была. Скажете вы, какие же достижения? Атомная энергетика, ракетная техника, вооружение, атомные подводные лодки, ракеты, спутники, Гагарина. Были достижения, конечно. Но с другой стороны, загубленная биология вместе со свертями выдающихся людей. Заморенный голодом Николая Ивановича Вавилова в Саратовской тюрьме. Задушенная кибернетика, поскольку она служанка империализма, так же, как и генетика. Кибернетика и генетика подвергались жуткому прессингу. Кибернетика, потому что она противоречила философии. А генетика, потому что она мешала основному принципу социализма, что если мы хотим что-то воспитать, мы можем воспитать, преодолевая непреодолимые вещи. А генетика ставила ограничения на то, что можно с организма что-то сделать. Нет. Лысенко во главе Академии наук и сельскохозяйственных считал, что он воспитанием, вымораживанием семян или еще чем-то, может сельское хозяйство поднять на невиданную высоту. А эти, которые с мушкой дрозофила возятся, они отнимают ресурсы. Время печатается в иностранных журналах, у врагов печатается. Они получают похвалы в иностранной прессе. То есть похвала от врагов, это значит, они служат врагу. А Лысенко никто не хвалил за границей, понимая, что это жулик. Ну, так значит, он наш. Он борец против рожеской идеологии и так далее. Так вот, была наука или не была? Тогда начинаешь почувствоваться. А какая наука была? И кем она отбиралась как нужная? Получается, что была та наука, которая служила действующей идеологии, или она была просто полезна властям, поскольку она укрепляла обороноспособность? Если мы обратно посмотрим на развитие науки, действительно так. Та, которая способствует развитию обороноспособности, мы вынуждены поощрять математиков, мы вынуждены поощрять химиков, ракетное топливо все-таки должны изобрести. Мы вынуждены поощрять людей, которые занимаются атомной техникой, строением атома и атомного ядра, синхрофазотроны строили. Почему? Потому что это продвигает нас в понимании того, как нужно строить следующий уровень нашей обороноспособности, достигая новых высот ядерной энергетики и строительства новых термоядерных бомб. Ну, выражается это, выражался это в частности, когда мы догоняли американскую атомную бомбу, что главой проекта атомного был Берия, и сейчас любители советских времен считают Берия не кровавый преступник, что вы говорите, он аффективный менеджер, который поставил на ноги атомную промышленность в СССР. Сначала одной рукой добыв секреты у американцев, а с другой стороны собрав коллектив, который разрабатывал атомную бомбу. Что Берия говорил этим людям, собранным в закрытом городе Сарове, Арзамас-16. Берия говорил, работайте, работайте спокойно, свободно, никто не мешает. Расстрелять мы вас всегда успеем, куда вы денетесь с подводной лодки. Вот в этой обстановке, казалось бы, ученый должен чувствовать себя зажатый страхом. Он не имеет возможности вырваться от своей свободной мысли и проникать в тайны природы. Но тут начинается фокус. Что такое мозги, что такое научная мысль, которые дали свободу, но ограничили забором с колючей проволокой. И как я, начиная с 60-х годов, работал за забором, который бегали на проволоке собаки, и была вооруженная охрана. Но внутри-то можно делать, было все, что хочешь. Внутри мы были свободны, работали по 14 часов в день. Всем было интересно. Общались с коллегами по оптическому институту. И что нам делать до собак, которые гуляют, бегают по периметру? Они не кусаются. Те местные женщины, которые сидят в будке вооруженной охраны, они жители того же поселка. Мы занимаемся своим делом, они занимаемся своим делом. Проникала внешняя среда к нам тоже. Потому что в какой-то момент, где-то в начале 70-х, пришел новый начальник охраны к нам на объект в Овсяном, на берегу Нахимовского озера. Пришел новый такой, с пятым, с сушеным лицом. Видно, что человек больной. Отправили его на пенсию в глушь, руководить охраной вот этого пятачка. Потому что там была криогенная станция, от которой мы питались и гнали жидкий гелий, жидкий азот, сушен над атмосферой в неограниченных количествах. Вот. И говорил он, в баню общую ходили, говорил он, что работал раньше пристрельщиком оружие, такая вот, есть специальность, винтовку в тиски, стреляют в одну точку. А он наложил прицел и мушку для того, чтобы винтовка стреляла хорошо. Ну, хорошо, пристрельщик, оружие, теперь начальник охраны. Но его жена, которая приехала с ним и жила в поселке, в поселке торговли никакой не было, автобус ездил в город, жены загружались едой и приезжали там в поселок. Она другим своим соседкам жаловалась. Муж такой больной, сейчас только много хворих, и работа-то у него была такая нервная-нервная все время. Все на расстрелах, да на расстрелах. Вот такой был начальник охраны у нас. И вот ходишь с ним в баню, смотришь, ну, вроде ничем не отличается от нас, но он всю жизнь на расстрелах, а мы всю жизнь с жидким гелием. Вот, похожесть на что-то внутри заставляла с ним общаться очень издалека, непонятное что-то разделяло нас, даже не убеждение, а естественное чувство отторжения. Ну, это так, сопутствующие мелочи. И вот в этих противоречиях мы все существовали. Что такое ранние 80-е годы? Ранние 80-е годы – это время, когда настолько окреп развитой социализм, что надо было что-то делать с тем, чтобы производительность труда и общая эффективность начала спадать, спадать. Что делать? Надо повышать цены. Это я. Я чуть лишил шурок. Пардон. Повышать цены. Инфляция. Чутко чувствует это дело. А кругом дефицит. Вот в магазин стоишь за мясом, тебе предлагают небольшой кусочек мяса, лежащий на куче костей. Говоришь, косточек-то многовато. А тебе отвечают, мяса без костей не бывает. Берите, берите. Начинаешь кочевряжиться, а сзади подхалимы. Понятно. Подхалимы, они надеются, что им лучше кусочек мяса положат. Они говорят, гражданин, гражданин, все одинаковые, все берут одно и то же, проходите, проходите, не задерживайте очередь. И ласковым голосом с мясником разговаривали, чтобы им хоть чуть меньше костей. Все то же самое было, одинаково. А он с презрением смотрит на этих подхалимов, которые пытаются таким способом получить лучший кусочек. Ну, к тому же времени есть анекдот, что все через задний, через заднюю дверь, через черный ход. Вот. Не помню, многие ли помнят эпоху анекдота про Василия Ивановича Чапаева и его друга Петьку. Все ли смотрели фильм Чапаев, старшее поколение смотрело. Ну, по крайней мере, у такой притча такая была. Вызывают Василия Ивановича, как героя гражданской войны и решительного человека. И говорят, не можем ничего поделать с этими задними дверью, с черным ходом. Несут оттуда и несут дефицит и лучшие продукты. Вы поможете решить проблему. Вот подумайте, приходите завтра. Он говорит, да, проблема решается. Мне нужен один боец и два пулемета. И что, а, очень интересно, прием хороший, времен гражданской войны. А как вы хотите распорядиться? Ну, вот боец с двумя пулеметами у заднего хода в магазин. Он, как только приближается кто-то к заднему ходу за дефицитом по блату, по дорогой цене, с пулеметом и всех косим. А зачем вам два? Один перегреваться будет. Ответ. Столь массовый характер было это. Ну, что ж, я грешен. Жена приносила всегда какие-то хорошие кусочки. Познакомилась она с рубщиком мяса в этом магазине. Он, соответственно, отрубал первое, право первой ночи у него было, и он отрубал лучшие куски. И за хорошие прибавок, за двойную цену продавал тем, кто приходит за дефицитом. Рубщик мяса оказался с высшим образованием. Он понял, что высшее образование не приносит никакого дохода. А вот это приносит йогу-го. И поскольку с высшим образованием, узнав, что у моей жены муж доктор наук, он захотел со мной познакомиться. И вежливо так познакомился, пригласил в свою рубочную. И вы, значит, ученый человек, говорит, время сейчас такое. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступил? А что говорю? Что такое? Ну, вот кругом инфляция. И как нужно вести себя в этой ситуации? Я говорю, ну, разные ведут себя по-разному. Ну, вот я, говорит, рубщик мяса, я на всякий случай купил бриллиантиков покрупнее. Правильно ли я сделал? Правильно, говорю, сделал. Только вот в это нужно сейчас вкладываться, от инфляции вы избежите. Рубщик мяса покупает бриллиантиков покрупнее для того, чтобы укрепиться. А научные сотрудники в Академии наук получают 130 рублей. Будь даже он доктор наук, ставки ограничены. По штату количество людей не предусмотрено увеличением. Ты занимаешься чистой наукой, фундаментальной. Новельские премии получают. В последствии Алферов за полупроводники. Леша Якимов работал, лауреат государственной премии по полупроводникам. Работает у него 130 рублей. Для сравнения. Это как если сейчас бы получал 35 тысяч примерно человек рублей. И ходу дальше никуда. Потому что группу свою иметь он не может. Количество людей получить не может. И смотрят люди по сторонам из Академии наук. Куда бы можно податься. А наука в то время была разделена на две части. Одна была Академия наук. Раз написано наук, значит наукой занимайтесь. Ну, вам через час по чайной ложке финансирование дают. Можете, правда, вот вы особо секретных отраслей вам не дают. Ну, тогда в Академии наук выделалось отдельное подразделение. Закрытый туда отдельный проход. Отдельные люди работают там. Ну, другим можно даже иногда съездить за границу на конференцию международную. И были так называемые ящики. Ящики – это научное учреждение, принадлежащее военным ведомствам. Такое было ВПК, была семерка. Министерств под уклончивым названием. Министерство, которое занималось атомной энергией и атомными воббами. Министерство общего машиностроения. Так что понять было нельзя, чем занимается общее машиностроение. А кафедра ракетная в МВТУ имени Баумана в Москве, она тоже нельзя назвать ракетная кафедра. Это сразу привлекает внимание шпионов. Кафедра называлась эта – кафедра подъемно-транспортного оборудования. Ничего не скажешь, все верно. Что, собственно, делать? Ракета она поднимает и транспортирует. Правда, какая боеголовка – это уже другое дело. Но таким способом пытались обеспечивать секретность. И вот я работал в таком из этих ящиков. Это государственный оптический институт, гигантское учреждение, 15 тысяч человек. Финансирование необъятное. Головной институт по лазерам. Мне повезло, что я, когда поступал на преддипломную практику в оптический институт, тогда и лазеры были изобретены, по крайней мере, на стекле. 58, конечно, рубин. Но в 60-м уже на стекле. И я с тех пор занимался лазерным стеклом и кристаллами, активированными редкими землями. В результате работ лет восемь в лесу за колючей проволокой удалось наработать на две диссертации. И мне дали лабораторию. Лабораторию при этом по современному и даже по академическим стандартам совершенно невозможная вещь. Дали штат свободный, 35 человек. Возможность набирать людей, таких, каких я хочу пригласить, и ставки старших научных сотрудников, которые не 130, а 300 рублей в месяц получают почти в три раза больше зарплаты. Ну и первым, кого я начал приглашать, это людей из Фестиха. Людей, которые прошли академическую школу, занимаясь чистой наукой. А тут им предоставлялась группа с набором тех людей, которые они хотят, пространство, помещение, высокая зарплата. И делайте то, что хотите. Начал приглашать друзей. Друзья – это, с одной стороны, приятели могут быть. Аналогии не хочу современных производить. А могут быть друзья – друзья по духу и по научному взгляду на вещи. Конечно, выиграл тех друзей в научной, которой квалификации, порядочности и интересе действительно к науке. Я доверял и понимал, что это люди надежные. И вот к 1977 году сложилась ситуация, когда я мог пригласить и Лешу Якимова, предоставив ему помещение, высокую зарплату, группу из молодых специалистов, которые он мог бы сам набирать, и защиту от административного давления. А в чем состояло административное давление? Если ты занимаешься чистой наукой в ящике, то ты занимаешься ерундой. Отвлекаешь ресурсы, отведенные военно-промышленному комплексу, на то, что занимаются какой-то хренью. Но хренью можно было заниматься, потому что по тем временам еще люди помнили, что если поместить людей, пускай даже за колючую проволоку, но создать там возможности для свободного научного общения и исследований, что-то да получится, что потом применится, как было на атомном проекте. И вот эта манера осталась. Хотя началась она достаточно давно, в годах в 1938-1939. Это когда конструкторское бюро Туполева, знаменитого авиаконструктора, вот просто взяли, окружили колючей проволокой, и они стали заключенными, находясь в конструкторском бюро. Ну, кровати, трехразовое питание. Вам нужно один бомбардировщик нового типа, два истребителя создать за полтора года. Иначе, вообще говоря, можно двинуться значительно северо-восточнее в нашей стране. Страна большая, и это направление довольно необъятное. Ну и что же? Эти люди почувствовали себя в тюрьме, заключенными, с протестом против того, как на них давят и заставляют делать что-то под угрозой, черт знает, неизвестно, неопределенных преследований, зная, что институт, который занимается ракетами, в частности, не самолетами, весь перестрелян и посажен вместе с Королевым, ну, профессора, при Боженске и так далее, которые были там как бывшие, они были подстреляны, Королев посажен. То есть угроза не пустяшная. Что же они? Начинали страдать при разговорах с пережившими это время конструкторами. Они вспоминают работу в этом КБ за колючей проволокой, как лучшее время в их жизни. Лучшее. Они остались вместе со своими коллегами, трехразовое питание, дети не хнычут, жена не ворчит, они создают те самолеты, которые и собирались создавать. Никто на них не давит, им предлагают свободно маневрировать ресурсами и конструкциями. И они в этом энтузиазме вместе работают, и они занимаются только любимым делом. А что происходит за пределом колючей проволоки? Их мало волнует. Занимайтесь своими делами. Мы занимаемся своим любимым научно-конструячным делом. Мы строим новые самолеты с новыми возможностями. А что нам нужно еще вообще для счастья? Мы ради этого готовились. Мы раньше работали над тем же самым, а теперь нам создают идеальные условия для продолжения нашей работы. Так что же нужно человеку для научно-технической жизни? Ему нужна свобода мысли. Ему надо, чтобы ему не мешали. А вся страна, наука в основном месте в ящиках, она состояла в том, чтобы мешать и заставлять людей делать то, что хочет начальство. Как выплатиться из этого противоречия? А вот в военно-промышленном комплексе была такая вещь, как общее такое название «Тема перспектива» называлась, когда 15% от гигантского финансирования специально было отведено для того, чтобы ученые баловались на эти 15%, не выходя за рамки этого финансирования, 15%. Но там, вообще говоря, можно было резвиться. Было два подхода к этому делу. Одни консерваторы, администраторы, которые считали, что мы позволяем ученым резвиться. Тема перспектива, она как бы открытая, она не засекречена, а вот ее-то и нужно секретить и подавлять, потому что там рождаются новые идеи, которые выпорхнут из ящиков, из научных учреждений, они будут перехвачены нами врагами, и мы работаем на самом деле на нашего идейного противника, мы помогаем ему двигаться в науке вперед. Другая сторона была, более, так сказать, слово либеральное нельзя, потому что, как Владимир Ильич в своих работах сказал, и прочая либеральная сволочь. Вот сочетание либеральная и сволочь, оно в идейном мозгу наших вождей и идеологии застряло, как свинченный такой объект, неотделимый друг от друга. Но чуточку более либерально они сказали, конечно, мы можем всех передушить, но тогда как же мы будем развивать свои собственные новые типы вооружений и военную технику? Надо дать им чуточку расслабиться. И вот в этой борьбе между придушиванием свободной мысли и, наоборот, поощрением, но так, по пипеточке, поощрением, вот происходила борьба, которая очень сильно зависела от персонали. Мне повезло работать в филиале нашего института, хотя по той же территории, где институт формально считался филиал, который возглавлял будущий академик Петровский, академик по химии, основатель нашей советской науки об оптическом материаловедении, который вверг кристаллами и стеклом в широчайшем лауреат премий всяких, в том числе «Стекла для космоса» было. Он понимал, кто где занимается наукой, а кто просто так. Кто выполняет свои обязанности технологические, рутинные, повышает качество производимой продукции, а кто занимается наукой. Вот мою лабораторию он покрывал, был для нее крышей, не давая проникнуть начальству сквозь нашу лабораторию, чтобы мешало заниматься наукой. Ну, то, что мы могли называть «чистой наукой». В этом смысле я был защищен. Но в дальнейшем вся тематика, которой занимался Леша, она ставилась в пику и академику, и мне прекратить заниматься ерундой. Это же какие силы вы затрачиваете и каких квалифицированных специалистов, чтобы заниматься всякой хренью, вместо того, чтобы создавать новые типы лазерного стекла, у вас целая группа занимается какой-то фигней. Оправдаться и защититься было никак невозможно. Действительно, с их точки зрения, занимаемся фигней. С нашей точки зрения, фундаментальной наукой. Фундаментальной наукой что, ругательство? Нет, фундаментальная пусть занимается Академия наук. Вот им отведено, а вы занимаетесь делом. Ну, вот эта двойная крыша, которая была впоследствии у Леши, академик Петровский, и я помогал ему двигаться в этом оазисе довольно свободно. Ну, впоследствии академику Петровскому очень сильно доставалось за то, что он считался его большой кадровой ошибкой, что он в руководителях лабораторий держит беспартийного человека, половина работников которой занимается не по тематике военно-промышленной, а занимается ерундой. Вот я вот умер примерно 20 лет назад, но до сих пор я ему благодарен, что он сумел сохранить в институте все те центры, которые занимались действительно наукой в прямом смысле этого слова. примеры того, как вот мы в этой ситуации жили, ну, например, приезжает американец для того, чтобы налаживать лазер спектрофизикс в у нас лаборатории. При американце представлены начальник лаборатории и Леша Якимов, который пробил через министерство лазер спектрофизикс, который, зависит от зеркала, работает на разных длинных волнах. Американцы впустить в Государственный оптический институт, о ужас! Ну, надо согласовать с секретным отделом. Согласовывается время приезда, кто встречает, и маршрут. Как провести его от проходной, но только не главный проходной, где все сотрудники ходят, а открыть отдельную проходную, где его будут встречать и проводить. Мы с Лешей должны провести. И довести до лаборатории на первом этаже, подвальном, где лазер должен быть установлен. Провести так, что он ничего не мог узнать о секретах данного института. Были построены фанерные щиты размером с арку коридоров, которые были покрашены в цвет стен, для того, чтобы идет американец, посмотрел налево, глухая стена, направо глухая стена, а там коридоры с лабораториями. И вот в этот узкий проход он проходит. Вроде так люди соображающие, а чего не соображающие. И маршрут согласован, подписан всеми инстанциями секретными, которые были у нас, на чего не доперли. Мы не доперли, что надо дополнительно маршрут в сортир. А что такое сортир? В наше то время, ну, представляю, это ужас застрелиться. И туда проводить американца просто нельзя. Он находился еще на другом этаже. Значит, нужно впускать его в то, что не, как бы сказать, не ограничено фанерными щитами. Американец работает и работает. Пришел с утра, налаживает, налаживает. Мы уже сбегали по многу раз, а он крутит свои штучки. Мы помогаем ему, хвалит он нас, что мы хорошие помощники, тоже в оптике что-то понимаем. Отъюстировали мы этот лазер. И он где-то после пяти часов мы вывели, у меня машина была, отвезли его в Асторию. Тогда я понял, что существует такая вещь, как мужские памперсы. А до этого я не знал о существовании такого. Но в следующий его приезд мы уже там подсуетились и нашли ему место отдыха. Вот, вот, как бы, элемент из тогдашних времен. Все на полном серьезе. Никакого чистого юмора. Ходишь по этим инстанциям. Ну, или того же времени жена у меня купила, ей подсучили путевку в Болгарию на отдых. А я подписку давал, что ни я, ни мои родственники за границу без разрешения не уезжают. Ей так и сказали. Пусть муж сходит в своем институте и получит разрешение на ее выезд. Сказали ей, как будто по комсомольской организации молодая она была. Вот. Я прихожу в секретный отдел и говорю, вот так и так. Моя жена едет в Болгарию, а я вот пришел вам об этом сообщить. Начальник этого первого отдела секретного, герой Советского Союза, за форсирование Днепра не решается решить эту проблему. Он вызывает помощников и начинают обсуждать. Да, подписывал, что ни я, ни родственники. А жена родственник или нет? И тут я от них узнал, что жена, в их понимании, это временный родственник, не настоящий родственник. Так вот, относится она к той категории, к которой нужно давать среднешение или не относится. Вопрос глубокий, непростой. Другой секретного отдела, помощник, говорит, да, пока на курорте там сложно, но, в общем, мы отслеживаем. А вы знаете, а ночью все перемешивается. Не можем. Утешили меня, жена едет на курорт. Они мне говорят, что ночью все перемешивается. Но тонкие знатоки человеческих душ. И вот что делать? Не могу решить я с героем Советского Союза вопрос, разрешают они, чтобы моя жена уехала в Болгарию или нет? Ну, разговоры, курица не птица, Болгария не заграница, это все ля-ля, заграница. Что приходится идти к полковнику госбезопасности, который вот есть госбезопасность, а есть секретный отдел. Чуточку разный. Бойкий такой он еще был, помню, со времен, значит, молодым человеком еще в Отечественную войну. Чем он там заведовал? Непонятно, но такой бодрик, крепенький. Но уже отдел безопасности, это уже следующий уровень интеллекта. Ну, вот смотрите, не могу решить вопрос. Мне велено, чтобы я пришел и сказал, что моя жена едет по путевке в Болгарию. Он так посмотрел на меня. Ага. Тебе сказали, чтобы ты пришел и сказал, что твоя жена едет по путевке в Болгарию. Ну, вот ты пришел и сказал. Сказал он мне. Я свободно отпустился. Вот следующий уровень мышления безопасности, да? Когда бюрократия решается, бюрократитесь. Бюрократическим же путем, но на основании той буквы, которая существует в этом законе. Оказывается, я должен просто прийти и сказать. Я пришел и сказал. И никаких дальнейших бумаг создавать не нужно. Следов нет. Все между своими. Но вот это работа в закрытом учреждении. Как при этом Леша и Ким удалось пробивать иностранное оборудование. Это отдельная песня, но Леша был абсолютно такой стрейт мышления. Носорожьего типа. Ему нужен этот лазер, и он и добивается. Министерство внешней торговли есть? Есть. В Москве такие лазеры есть? Есть. Кто-то так, кто-то их покупает? Покупает. А почему не могу я? Какая нужна бумага? От института? Академик Петровский подписывает. Дальше что? Министерство. Пишет Петровский, министерство, что это очень нужно для важнейших работ. Ну и все. Директор телофилиала лазерного. Он пишет, что надо, значит надо. Проходим мы через это, входим в Москву, а там выставка следующая, где переводятся приборы. И Леша, значит, прет дальше на эту выставку, получив разрешение министерства. И деньги даже выделили министерство. И вот мы разговариваем с этими поставщиками, и они выкладывают перед нами и спектрофотометры автоматические, и лазеры, и то все, пятое, десятое. А велено купить лазер. А при лазере нужно сменные зеркала, нужно еще всякие пятимити, спектрофотометры, нужно кюветы, криостаты, нагреватели. У вас написано спектрофотометр? Вот спектрофотометр и берите. А это всякую хрень, мелочь на сто, двести и так далее долларов? Написано? Нет. Сказано спектрофотометр, и мы покупаем голый спектрофотометр, с которым приложим уже свои вещички. Но вот поскольку это министерство оборонной промышленности, поскольку оно имеет авторитет, поскольку подписаны бумаги, все, и Леша ходят с этими бумагами сквозь всю эту бюрократическую толщу, и в результате у него есть лазеры спектрофит разного типа, у него есть Перкин-Эльмер, автоматический спектрофотометр, у него есть криостат переменный, продувной, до температуры жидкого гелия, а других нет. И вот в воспоминаниях академика Александрова есть эпизод, как взаймы у Леши Якимова взяли мощнейший аргонный лазер на 20 ватт и сожгли его. Не лазер, а блок питания. И вот какое было страдание. Они на этом сделали работу, которую потом получила государственную премию вместе с Олей Сегетчем, запасским. Ну, интересный эпизод. Испортить чужой драгоценный прибор, починив своим пердячим паром и находчивостью починили этот самый блок и выполнили свою работу. Но трястись над ценностью, которая есть только у Леши Якимова, и он дал с барского плеча проработать. Это лазер, это событие было для нашего сообщества. Что бы еще какие-то дополнительные штрихи можно сказать о противоречиях того времени? Вот эта противоречия состояла, если так обобщить, из глубочайшего лицемерия, повального вранья, привычки людей одной половиной мозга признавать существующее вранье и чепуху и лицемерие, а другой половиной мозга думать о том деле, которое ты делаешь, и искать возможность заниматься научной работой, понимая, что в конечном счете всех не перевешаешь, до всех не дойдешь, до каждого отдельного человека, и где найти оазисы свободной мысли, в которые можно себя реализовать. Вот в этой всеобщей парадигме и в противоречии со всем существующим строим, мне повезло создать такой оазис и пригласить друзей в государственном оптическом институте, а дальше как бы в каком-то смысле я не отвечаю за их действия, я создал условия. ну и что, один аспирант вскоре стал директором всего ГОИ, другой аспирант стал директором филиала ГОИ, в котором я работал, один аспирант профессор во Флориде и миллионер на основе той чепухи, которую мы занимались с ним еще в аспиранторе, занимаясь центрами окраски в стекле, не нужной никому центрами окраски, казалось бы, нужно заниматься люминесценцией, неодимом в стекле новые стекла делать, а мы занимались тентом окраски, окрашивания, пока не добрались до туннельных эффектов другим аспирантам, которые объяснили не столько стекла, а культа фиолетов, которые объяснить было до этого невозможно, но до этого прошло больше 10 лет, пока мы докопались, занимаясь чепухой, ты приходишь к важнейшим вещам, которые объясняют вполне практическую вещь. И в этом смысле мне хочется отвлечь ваше внимание на некую, на мысленный эксперимент. Мысленный эксперимент вообще очень знаменитая и полезная вещь. Занимались мысленным экспериментом и Бор, и Эйнштейн. Мысленный эксперимент, ну, если поэтически из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, в нашем прикладном выражении что такое правильные заданные вопросы, которые идут вглубь казалось бы случайного предмета. Вот пример такой. Поднимаете вы с земли булыжник, смотрите, серый камень, ничем не примечательный, а давайте ему зададим вопросу. Вот булыжник, это спек микрокристаллов. Почему он в ком температуры лежит, а он спек этих, он прошел высокую температуру. А где он ее на земле взял? Ну, смотрим, где высокие температуры. А материки плавают на магме, как льдины на Неве во время ледохода. Сталкиваются между собой, ломаются, одна под другой налезает, там землетрясение, вулканы, вот там пекло, там преисподня, там высокие температуры, а охлаждение этого всего и воплескина порождает вот этот камень. Хорошо, нашли высокую температуру. Из чего он состоит? Посмотрим, как микрокристаллы. Ну, не микро, но макрокристаллы, но маленькие, миллиметровые. Если расколешь булочник, он крупичный рассыпается, он крепкий, но раскалывается на крупичный. Видны выходы кристаллов. Ну, с кристаллами понятно, рентген, брек, лавы разобрались с кристаллами, как они устроены, но их спекли. Хорошо. И тут видим, что примеси железа это понятно, марганца понятно, хрома понятно, а вот примеси свинца есть там, свинец. Ну, ведь при нормальной термоядной реакции, которая идет в недрах нашей звезды, солнца, термоядной реакции не идет дальше железа. Тяжелее железо ты ничего не получишь. Откуда свинец взялся? Смотрим кругом. Где? Это нужны миллиарды градусов для того, чтобы был свинец. Где их взять в миллиарды градусов? Смотрим дальше и дальше и видим вспышки сверхновых. Это когда остывающая звезда, Чандра Силкара, Бабельская премия, схлопающаяся остывающая звезда создает такую гравитацию в центре, что атомы их оболочки как яичная скорлупа проламываются, электроны падают на протоны, аннигиляция, при аннигиляции энергии выделяется значительно больше, чем просто термоядной реакции. И вот температура возрастает до миллиарда градусов и в этот момент такой взрыв получается, что оболочка звезды разлетается вместе с продуктами вот этого термоядного синтеза при миллиардах градусов. Остается внутри нейтронная звезда. Ну, нейтронная звезда это значит нейтрон, это одна Нобелевская премия, нейтронная звезда, которая крутится своим лучиком, мажет по земле, это пульсар, это еще одна Нобелевская премия за пульсары, а оболочка разлетается. Так вот, выясняется, что вот тот булыжник, у которого премия свинца, это значит, наша земля частично из секонд-хенда сделана, она не результат термоядного синтеза ближайших звезд, а это принесенная пыль, которая от секонд-хенда, от взрыва сверхновой, где образовались тяжелые элементы, и они сели здесь. Тяжелые элементы, еще одна Нобелевская премия. Это если посмотреть туда вширь, откуда он взялся, а почему он вообще не рассыпается? Ну, потому что химические связи, электронные оболочки между собой взаимодействуют, оболочки, почему оболочки? Оболочки, это потому что Резерфорд, Нобелевская премия, значит, в середине ядрышка кругом электроны летают. Почему-то они плюс-минус не притягиваются. Ну, что им мешает? Нильс Борн, Нобелевская премия, разложил по полочкам, а по каким полочкам? Тут подскакивает седьмой герцог Луи-де-Бройль, и он показывает, что вот эти полочки, это электрон-волна, волна должна опоясать атом, но не всякая волна, волна должна без, не с завязочкой связана быть, а естественно переходить одна в другую, ну, как ремень с дырочками, не на любом месте застегиваться, а только на дырочках. Вот так Луи опоясал такими ремнями, Деброй, электронами, опоясал атом, и все, с электронной оболочкой мы разобрались через несколько Нобелевских премий. А что же внутри-то делается? Нашел ядро Резерфорд, а там куча плюсиков между собой, так как это они? Они должны расталкиваться, а они не расталкиваются, они вместе. Значит, что-то их склеивает. Давайте посмотрим, устройство атомного ядра склеивает, значит, какие-то другие силы, частицы. Вот тут мы переходим от слабых к сильным взаимодействиям, это еще Нобелевская премия будет, и что такое там еще, кроме протонов, еще создает протоны, еще одна Нобелевская премия, Гелман со своими кварками, но всей этой системе чуточку не складывается, не хватает вот этого бозона Хиггса, приходится на миллиарды долларов строить патронный коллайдер, чье магнитное поле держится на сверхпроводящих магнитах, сверхпроводимость, это еще одна Нобелевская премия, сверхпроводящих магнитов сталкивается протоны лбом, и там такая, и идет вообще как коробка с конфетами рассыпается на мелкие частицы, и по ходу дела выскакивает бозон Хиггса, вот живой Хиггс, вот его бозон, вот адронный коллайдер, докопались до нутра, это если мы начинаем разглядывать булыжник очень внимательно и правильно задавать ему вопросы. Леша Якимов был тот человек, который умел задавать вопросы булыжнику. с чем он столкнулся, когда пришел к нам в лабораторию? Ну, помимо, значит, более широких возможностей, чем он имел физтехи, специалист по полупроводникам оказалась целая группа стекол, которые выпускались с промышленности, была технология, всем было хорошо известно, что там происходит, стекла, в которых растворил полупроводник. И вопрос был очень простой. Это стекла красные, оранжевые, желтые, которые в каталоге цветного стекла, если у вас есть каталог в ящик цветного стекла с желто-оранжево-красными стеклами, это стекла с полупроводниками. Люди совали полупроводник, смешан, смесь цинк-эс-цинк-силен, кадми-эс-кадми-силен и прогревая, после того, как все растворилось в бесцветное стекло, прогревая, получали стекла с окраской, Разная краска, и желтая, и красная. И очень просто было объяснено. Получаются смешанные кристаллы. Сначала одни кристаллы получаются. Вот получаем границу цинк-С. А потом цинк-селен получаем границу. А все промежуточное при прогреве цвет меняется. Зависит от температуры, типа стекла и времени прогрева. Это смешанные кристаллы полукрудников, где граница плавно меняется одно к другому. Есть технология, есть налаженный выпуск, есть техпроцесс, есть объяснение. И все спокойно в этой области. Там пару, тройку десятков лет производства этого стекла. Приходит Леша и задает этот вопрос. Вот стекло с полукрудником. Говорят, смешанные кристаллы. Но в этом вязком расплаве. Понятно, цинк стремится к селену, чтобы создать цинк-селен. В цинк-с тоже стремится. А что же это в стекле за диффузия такая, когда цинк-с приманивает к себе еще один лишний цинк. Плохо получается с кристаллом. Или он приманивает к себе селен. Получается цинк-сероселен. Странный кристалл. А если, чтобы была граница поглощения, должно быть четыре должны собраться вместе в виде одного кристаллика. Чтобы был смешанный, да еще в разные пропорции. Что-то тут не то, говорит Леша. И начинает варить стекла. В лаборатории есть специальная варочная группа, которая занимается варками опытных стекл. С одним полукрудником начинает делать хорошо. Один полупроводник. В зависимости от температуры, это стекло окрашивается тоже в широком диапазоне. Значит, что-то не то тут со смешанными кристаллами. А что же все-таки получается, раз он имеет разный цвет? Поскольку это полупроводник, ищи экситон. А для экситона нужна гелевая температура. Английский криостат. Нужно имерить точно спектр поглощения до плотности 3. То есть тысячу раз. Это тебе спектрфатометр Перкин-Эльмер. Нужна малая концентрация, а не та, которая в тех стеклах, которые промышленные. Варишь стекло с очень малой концентрацией. Но даже это многовато для того, чтобы смотреть в образце. И тогда мы приклеиваем стеклышко нужного цвета, исследуемого цвета к кварцевой пластинке, плотно притираем. И начинаем сполировывать эту пластинку до тех величин, которые ты в руки взять уже не можешь. И вставить спектрфатометр. Вставляем туда. И наконец, находя вот он, при гелевой температуре, торчит необходимый экситон. Когда стекло достигает той границы, которая близко к настоящему, например, ЦИНК-С. А когда обрабатываем температурно и начинает стекло менять цвет, мы снова меряем этот экситон. И видим, что экситон вместе с границей поглощения едет в коротковолновую сторону. Почему? Это никто не сказал. Почему? Ну, мой сокурсник, работающий у леонидского лауреата, проекошится, занимается малым угловым рассеянием. И они говорят, что они могут мерить размеры микрокристаллов. С ними заключается дружеское соглашение. И они меряют, Леша, размеры микрокристаллов. И когда оказывается, что кристаллик вместе с экситоном появляется, начиная с нескольких десятков атомов, то тогда нобелевская мысль приходит к Леше, что когда мы фиксируем электрон в таком малом размере, то принцип неопределенности Гайзенберга говорит, что у него должен быть импульс большой, для того, чтобы быть больше аж пополам. теоретики из Фистеха помогают ему сосчитать вот бинго. Мы имеем квантовый размерный эффект. Просто потому, что Леша внедрился в привычную всем знакомую область, где не было никаких вопросов, а задавая прямые вопросы и делая прямые эксперименты, он нашел экситон, передвижение экситона. И для того, чтобы как бы забыть об науке о смешанных кристаллах полупрудниковых в стеклянной матрице, прогреваемой, он публикует работу с другим полупрудником, купим хлор, который растворяет. И вот получается работа 1981 года, где он, забыв предыдущих, как в Одессе вы сказали, забыв предыдущих глупостей, он публикует работу, где совершенно новый микрокристалл с последовательно измеренным размером этого дела, с теорией, которая подсказывает, что именно в таком размере должно получаться, и нарушает этим написанной в Википедии статью про принцип неопределенности Гайзенберга, где написано, это столь малые квантовые эффекты, которые не могут быть доступны человеческим чувствам. А вот оно, человеческое чувство, лежит кусок стекла оранжевого цвета, и в нем принцип неопределенности выражен цветом оранжевым или красным, самым, что ни на есть в чистом виде. Вот квантовая механика, вот Гайзенберг, вот Леша, который это разгадал, ну, на это ушло. Он пришел к концу 1977 года, 1978, 1979, 83 года было потрачено на организацию группы, высоко оснащенной современной, понимание, понимание, примесенное свистеха полупрудников, и вот таким прямым ходом сквозь наличествующие образцы у него, который он растерзал на части, привел к чистому случаю, и дальше уже идет только различное доказательство того, что это так, на большем количестве полупрудников, а то, что это нобелевская идея, ему было с самого начала понятно. И он только говорил, тогда это он назывался нулеразмерные объекты. Вот кто, кто обгонит, кто напечатает за границей первый, кто догадается о том, что это так, надо срочно публиковать. И вот то, что это письмо про Купром, письмо в жертв про Купром Хлор, и вот эта основополагающая работа, она была направлена, если внимательно посмотрите, она направлена была в августе, опубликована в сентябре. То, что письмо в жертв это были единственные возможности опубликовать, опубликовать быстро. Все остальные статьи лежали по полтора года. Кто их прочтет? А тут нужно было сразу зафиксировать. И он оказался прав, что срочно зафиксированный этот результат как результат предыдущих трех лет работ, он сработал как основоположник, и он стал основоположником вот этой идеи. К нульразмерным объектам подкатывались с разных сторон, и Леша очень ревниво смотрел за публикациями в области нульразмерных эффектов. но так, чтобы это были доказаны они в макро явлениях, все-таки успел дождаться. В Америке, когда примерно лет 20, может, меньше назад я с ним встречался, у него было к этому направлению не то, чтобы скептическое, но в общем огорченное отношение, что американцы чистые нобелевские идеи не воспринимают вот так с энтузиазмом. Ну, что-то ты нашел какой-то эффект, а вот покажи, как это действует in practice, да, not in theory, что пытаться внедрить вот эти квантовые эффекты в что-то, имеющее массовое применение, там было направление, например, что штрих-код сделал цветным за счет того, что, значит, мазать штрих-код, значит, это тебе паста с микрочастицами, чтобы они были, штрих-код обладал какой-то цветностью для различимости, это не пошло. И вот тогда же, побыв в Америке лет 5 или 6, он говорил, эх, надо все это бросить, уже старый, ну, что значит, старый, 60 лет, ему, думал, что он старый, мне за 80, я думаю, что еще подожду считать себя старым, всегда успею, вот, что бросить это все, деньги накопленные американские, поехать на Кижи, построить избушку, ходить на охоту, ловить рыбу, почему Кижи? он родом из Кижей, его отец родился в архипелаге Кижи, насколько я понимаю, на острове Волк, который рядом со знаменитым Кижским островом, где все эти самые деревянные церкви находятся, был у него там природа изумительная, хозяйства крестьянские на этом острове даются с огромным трудом, хотя колхозное строительство порушило все к черту и матери, но сельское хозяйство там дано потомой кровью десятков и десятков лет, поляны, на которых можно пахать, сажать и сеять, они окружены в тех лесах, они окружены брустером из булыжников и валунов, ростом примерно вот, выше колена, это плуг пашет, а лошадь ходит по кругу и вынуты из земли камни и валуны мужики складывают на телегу, лошадь едет и докладывает эти валуны в забор, который окружает эту поляну, тогда внутри после десятков лет уже остается земля, которую можно пахать без камней, плуг не сломается и там можно что-то сажать и так далее, то есть земля дается в смысле крестьян с колоссальным трудом, ну и жили, естественно, там по кулакскому принципу, что такое кулакский принцип, значит, это северный Урал и выселение всей семьей, вот я наушники подключены, но почему-то именно зум не хочет, то есть наушники реально подключены, на блютузтик работает. Это нам? И отец его похоронен тоже в Кижах, и поэтому вот эта мысль его, что можно вернуться назад Кижи, наверное, сейчас ему в голову не приходит, а может и придет как-то, но вот его связь с такой вот со своими корнями, не просто Ленинградской, городскими, он родился в Ленинграде, родители его пережили блокаду здесь, вот, это уже следующий слой биографии, а исходно он там. Ловили рыбы в Онежском озере совершенно чудовищное количество, мы с ним ездили на лодках, кижанках, а кижанка это лодка, у которой нос и корма одинаковые, они как чулны такие с острыми концами спереди и сзади, носятся быстро, очень высокие борта, и вот забрасываешь блесну, сидишь, ждешь, вытаскиваешь щуку с бревном размером, очень ревниво было, я вытащил на 8, он на 7 кило, вот, но Леша ловко, когда подтягиваешь это бревно, Леша вынимает молоток, щуку по полбу, молотком трах, и она, вот это бревно вялое, уже ты тащишь внутрь, самое вкусное, что я в жизни едал, это щучья печенка, хорошо приготовленная, на открытом огне, там же, на полянке, вот, и где просили, нет ли общей фотографии ваши, с Лешей, ну, я нашел, какие тогда были, в 80-м году, айфонов, телефонов не было, и попался под руку аппарат, и все, но есть фотографии, где мы, самое, у парусной байдарки вдвоем, голые по пояс, а рядом две красивые девушки, ну, это не, как не характеризует, ни меня, ни Доблецкого лауреата, ну, было, были молоды, вот, какой можно вывод сделать, если можно вообще сделать вывод, мысль, которая не стеснена, ни начальством, ни возможностями, если у тебя не есть, мысль всегда может стеснена, возможностями, чтобы ее реализовать, и оправдать или опровергнуть, она пробьет себе дорожку через все, что угодно, общественный строй, который кругом тебя, ну, принцип неопределенности, да, Газенбергов, кто такой Газенберг, веществован, фашист, Нильсбор с ним, Нильсбор, еврей, подссорился с этим самым, с Газенбергом, потому что тот отстаивал идеи немецкой науки, высшей науки, а Нильсбор, говорю, нехорошо это, вот, ну, ни в чем, Газенберг не покаялся, и выразить, при каком строе работал Газенберг, Газенберг, да, нехорошим, казалось бы, строим, Нобелевский лауреат, где можно сделать Нобелевскую работу, совершенно свободной, раскованной, стране с полным либерализмом, тоже свои ограничения, на что-то дают деньги, на что-то не дают, если сейчас, без участия американцев, получить Нобелевскую премию, трудно, потому что там много Нобелевских лауреатов, больше в два раза, чем в других странах, значит, с ними под ручку можно, чистые идеи без практического массового применения не катят, вот если бы в каждом проигрыватель лазерном не было лазера, который подсвечивает диск компактный, да, то если бы это не было, то и Алферу бы не дали бы Нобелевскую премию, да, а когда занимался, занимался своими гетроструктурами, ну и что, занимайся дальше, а когда оказывается, что это вышло в широкое практическое применение, об этом знают все, и внедрено это в Америке вместе с американцами, Нобелевскую премию получил. Из рассказов Александрова, он был оппонентом на его защите кандидатской еще, вот, то получается, что когда радостные они мечтали о том, что вот такой эффект Нобелевский, и нужно обязательно получить Нобелевскую премию, молодой Якимов сказал, эй, батники, для того, чтобы добиться признания научной общественности, что ваши идеи Нобелевские, это нужно пахать и пахать, трудиться и трудиться. Поэтому Нобелевские премии присуждаются после их открытия, обнаружения, которое привел к Нобелевской премии, через десятки лет. А многие так и не дожидаются, как Уотсон и Крик, например, раскрыли двойную спираль, и к ним должна была присоединиться английская аспирантка, которая рентгенно-структурного анализа обнаружила, что это спираль, и они знали это. И они об этом узнали, это им помогло, но она рано погибла. А посмертно Нобелевские премии не присуждают. Или пульсар, пробежала аспирантка, пришельцы, пришельцы, правда, телескоп дает импульс, равномерные импульсы, ну, естественно, они приходят искусственного происхождения. Ну, ее руководитель Хьюж говорит, ты, дорогая, успокойся, телескоп я строил ради того, чтобы это принять, я знал, что это будет, я это предсказал, ты просто увидела это, доложила мне, прекрасно, но посмотри, ведь эти импульсы, они равномерные по высоте и равномерные по расстоянию. А раз нет ни модуляции амплитудной, ни модуляции частотной, значит, информации нет. Эта информация только ноль или единица, и все. У нас единица, да, пришел сигнал, он не несет никакой информации, но если ты начинаешь думать, как бы мог создаться этот сигнал, вот пара Нобелевских премий, и вы догадались про пульсары, причины взрыва сверхновых и прочее, прочее, и синтез тяжелых элементов. Синтез тяжелых элементов тоже Нобелевская премия. Так что же нужно для того, чтобы добиться каких-то Нобелевских результатов? Везение, конечно, нужно. Нужна глубокая физическая подготовка, то есть понимание процесса в самой своей сути, и неквалифицированный человек не обнаружит. Нужна свобода мысли для того, чтобы тебя ничего не останавливало в твоих догадках, которых ты прешь. ты можешь упираться в тупик, но это твой шанс, выиграл или проиграл. А главное, найти тот оазис свободной мысли, который каким-то способом создается, может быть, в совершенно неприспособленных условиях, как было со свободной мыслью в СССРе в 80-х годах, потому что на эти годы начало приходится изобретение уголовных статей за хранение антисоветской литературы, распространение антисоветской литературы. И машинистка, которая перепечатывала архипелагула, окончила женственным убийством, понимая, что ей кранты. Она как бы не только распространение, но и создание антисоветской литературы. Если ты хранишь архипелагула, это статья. Если ты дал кому-то прочитать, это распространение антисоветской литературы. Ну, после того, как Солженицы был напечатан в новом мире в начале 60-х во время оттепели, немного нужно было от 60-х, начало 60-х до начала 80-х, чтобы все перевернулось наоборот, и оказывается, это нехорошо замахиваться на идеологию. И какая наука остается выживать только та наука, которая не несет с точки зрения высшего начальства угрозы существующему строю. Соответственно, наука философии может быть единственная верная наука диамат. Наука история может быть существовать в общем формате роли коммунистической партии на том или ином историческом периоде при достижении таких-то и таких-то задач. И когда я решал быть историком или идти на физфак, мне родители сказали, физика и математика это сейчас единственной области, где не нужно врать. А обстановка была именно такая. Идти по любому другому пути, это значит, ты вынужден был врать или другим, или себе, и никогда не сможешь реализовать то, что есть результат твоей исследовательской мысли. С этой точки зрения, когда вопрос была наука в СССР или не была при соседних загубленных науках, это если посмотреть, осветить с точки зрения начальства, какая наука несла угрозу существующей идеологии и строю. Значит, философия и история науки несли угрозы существующим строю, а науки типа биологии и кибернетики они несли угрозы философии существующего строя. Если можно придавить, вот, а генетика возьмя с дрозофилами, это просто отвлечение ресурсов страны на сущую ерунду, с этим можно покончить. Тем более, что есть руководители, которые могут возглавить эту вещь. Ведь была же попытка наехать на Эйнштейна и квантовую механику. О, нашлись философы, которые говорили относительно недавно, что большевики не могут потерпеть, все познаваемо, большевики не могут потерпеть, что ты можешь знать координату, а не можешь знать при этом импульса. Ну, как-то не можешь. Кто запретил? Фашист Газенберг запретил? Он нам, видите ли, запретил знать координату. Да пошел он вон. Мы пока еще не знаем координату, но если мы как следует философски продумаем, мы знаем, что на самом деле и импульс, и координаты есть, на самом деле есть, но мы еще до этого не доперли. А вот мы если хорошо позанимаемся, мы узнаем и то, и другое. схоластическая логика в этом есть, но на это были потрачены сессии некие философские по борьбе с идеализмом в квантовой механике. Далеко они не пошли. А вот крупная сессия после того, как брат загубленного Николая Ивановича Сергея Ивановича Вавилова должен был возглавить сессию по борьбе с идеализмом физики, идеализмом Эйнштейна и квантовой механике. Она была подготовлена через два года после биологической сессии, где биология была разгромлена. Он после этого скоропостижно умер, но его заставляли организовать эту сессию. Спас копиться общую ситуацию. Он имел какой-то особый доступ наверх. Это закон такой психологически описан в литературе. Если Сталин кого-то пожалел, дал какую-то свободу, он этого человека и продолжал дальше жалеть. Раз на него вот эта божественная милость свалилась, капица дал он институт, где довольно свободно могла наука развиваться, капица. И, соответственно, он его и мог послушать. И капица пришел вверха перед этой сессией, которая не состоялась, сорвалась сессия по идеализму физики и сказал, сессию проведем, нет проблем, без стучка и задоринки. Сукиных детей и карьеристов, которые выступят с разоблачением идеализма квантовой механики Эйнштейна, найдем в достаточном количестве. Проблем нет. Разоблачим ведущих физиков, которые погрязли в этом идеализме по уши. Правда, вот одно обстоятельство. Атомная физика на этом кончится и кончится вместе с разработкой следующих атомных бомб. Атомные электростанции, атомные подводные лодки не поплывут, эту мету. Ну и с ракетами будет некая незадача запускать, потому что те ученые инженеры, которые работают над ракетами, с ядерными боеголовками, не смогут реализовать эти идеи. Ну и если хрен с ними, так ладно, давайте сессию. Подумали наверху, фу, с тобой, давайте работаем и перешли к идеологии Берия, работайте, работайте, расстрелять вас мы всегда успеем, вместо того, чтобы проводить вот эту сессию по борьбе с идеализмом физики. Но это 50-е годы. 80-е в этом смысле, поскольку все у нас в стране зацикливается с разными кругами этого цикла, ну вот 80-е годы снова расцвело. Но в 64-м году, когда я поступал в аспирантуру, мне все еще навязали написать реферат об идеализме физики, в частности Эйнштейна. Ну что, я взял то, что написано было до этого, переписал это и подал в качестве реферата для кандидатского реферата по Диамату в качестве кандидатского минимума. В каком-то смысле до сих пор стыдно, но стыд такой условный, раз мы жили в этом противоречии, левая часть мозга не знает, что делает правый и не хочет знать. Вот на эти образа перекрестились, веришь ты или нет. Но виноват жизнь как-то все по правилам. Но это было. Итак, заключение. Оазисы свободной мысли единственные места, где можно делать Нобелевские открытия. Свобода научной мысли незаменима ничем. Из-под палки мыслить невозможно. Как создать эти оазисы собственным авторитетом научным, административным попустительством или еще чем-то, это вопрос другой. Но два типа, как мне объясняли, руководители может быть, руководитель Королев и руководитель Йоффе. Руководитель Йоффе позволял делать кто чего хочет, тот кто и может. Из-под него выходили Нобелевские лауреаты из-под Йоффе. Королев все работает как часы, матюк, принесенный еще из Колымского лагеря. Звонки директора, люди, которые работали с Королевым, рассказывают, снимается трубка, директор завода, который говорит, вот так вот я весь перегружен, не могу я сделать к этому сроку. Королев говорит, не сделаешь, через неделю после этого будешь ходить дворником у себя по двору на заводе. Все отбрасывалось, делал то, что приказал Королев выполнять свой заказ. Курчатов был такой же. Он снимал трубки к министрам. Говорят, вот это министерство не пропускает наш заказ для этой промышленности. Курчатов снимает трубку и говорит, кто вот этот, ну, этого министра мы сейчас у матерно уедим. Сейчас снимает трубку, разговаривает и после этого да, под козырек, потому что атомный проект тоже звонит сам Курчатов. И наши достижения основаны на 3К. Королев, Келдыш и Курчатов. Вот эти 3К создали три пирамиды, три империи целиком подчиняющиеся, которые сработали на ура. После того, как 3 человека эти исчезли от Королева, осталось столько дальше неудачных запусков и ничего продвинутого, потому что под ним не вырастали самостоятельные люди, а были люди блестящие исполнители, блестящие пониматели в своем деле, но которые работали только по приказу. После Йоффе осталась научная школа. Один работал эффективно, другой работал эффективно, при совершенно перпендикулярных методах руководства. Поэтому, что за общественный строй, какая обстановка в стране, но если в стране есть возможность существования оазисов свободной мысли, в этой стране есть еще надежда на развитие наук. А у нас не было возможности печататься в иностранных журналах, у нас не было возможности встречаться с иностранными специалистами, кроме как я уже описал, которых в одиночку никто не мог встречаться с иностранным специалистом. Всегда должно быть, были два человека, чтобы один не знал, донесет второй или нет. Поэтому, когда мы с Лешей всегда боем выходили на иностранных специалистов, мы-то были уверены, что я на него не донесу, а он не донесет на меня. И поэтому нам было в этом смысле легко. Были ли такие доверительно-дружеские отношения в других каких-то подразделениях, лабораториях, центрах, я не знаю, но нам так повезло. Мы дружили. Я бы хотел уйти от норвоучительности и сомнительных обобщений, и если у вас есть вопросы, я бы с удовольствием на них ответил. Огромное спасибо. Тут были вопросы. Два вопроса. Михаил Никитич, спасибо. Скажите, пожалуйста, как сейчас Ефимов там поживает и его отношение к нашей науке? Как-то оно можно сформулировать? Или он уже не поддерживает ни связи, ни молодых не приглашает? Вообще вот эта вот ситуация как-то? Когда я с ним разговаривал на следующий день, то, хотя он человек совершенно прямой, но я не ждал такого кокетства от него. Он говорит, ой, Миша, сейчас совершенно не могу, завален, тут вот эти не люблю я все эти бебихи, эти самые журналисты, письма, я весь совершенно завален. ой, Миша, значит, одно тебе могу сказать, не получай Нобелевскую премию. Ясно, что это кокетство, но то, что его замучили в этот момент, конечно, потому что ждать 40 лет, что тебе дадут Нобелевскую премию, да и, наконец, получить, я понимаю, какой у тебя обвал, разрядка. Значит, не очень в нужное время я позвонил, ну, чтобы отменялись, он прислал фотографии своего первого внука, я ему прислал фотографии своих шестерых детей, то есть мы, так сказать, обменялись в этом смысле верительными семейными грамотами. И спрашивать его об отношении к российской науке, да какое отношение, уехал в 99-м году, мне кажется, что по тем обстоятельствам, в которых он находится, не может он верить с перспективы нашей науки, глядя, по Тургеневу, поскольку все же повторяется, русский язык это единственная мне надежда и опора в эти дни и как не в пасть в отчаяние при виде того, что делается у меня на родине. Это не учат почему-то в школе конец этой цитаты Тургенева, но примерно так. Спасибо, Михаил Никитич, за интересный рассказ. Может быть, вы не знаете, но Алексей Иванович Акимов кончал наш университет, кончал наш факультет и более... Почему знаю? Прекрасно. Знаете. Кончал ту кафедру, на которой, в частности, я работаю, ну и мои коллеги тоже. Мы поздравили его с получением Нобелевской премии и он откликнулся. Несмотря на загруженность многочисленную, так что у нас есть его коротики, но тем не менее... Он ответил. Желаю вам успехов. А что он может пожелать? Желать вам неудачи, что ли? Конечно, успехов. Потому что он-то понимал, что успех зависит от персоналии больше, чем зависит от окружающих отдаленных обстоятельств. У меня будет дополнение к предыдущему докладу. Это не доклад. Мой однокурсник у доктора физико-математических наук, лаулиат государственной премии СССР, сотрудник физико-технического института имени ОФЭ с 1973 года по 2008 год. Выпускник физического факультета ЛГУ Павел Дмитриевич Алтухов. Он просил зачитать следующее, мне прислал к этому сообщению. Работа Леши Якимова по квантовым точкам в цветных стеклах проходила в сетико-техническом институте в 80-е годы на моих глазах. Ниже некоторые мои впечатления и умозаключения по науке об этих квантовых точках и об этой Нобелевской премии. В 60-е годы Государственный оптический институт ГОЭ разработал промышленное производство цветных оптических фильтров на основе кварцевых стекол с лидирующими добавками. В этих стеклах лидирующие добавки собираются в квантовые точки, размер которых зависит от режима отжига этих стекол. Леша Лекимов объяснил результаты исследования фотолюминесценции этих стекол излучением этих квантовых точек. У меня были некоторые ящики, плоские ящики с наборами таких цветных стекол с размерами примерно 8 на 8 сантиметров и 3 на 3 сантиметра. Я активно использовал их в своих экспериментах и своих фотоприемников. Американцы решили развивать это направление, создали для этого компанию и пригласили в нее Якимова. В результате они сумели создать светодиоды и светодиодные матрицы для различных цветов спектр. У нас же происходил фактический развал ГОИ и всей оптической промышленности России. И родоначальники этого направления, специалисты ГОИ остались неуделы. Американцы в очередной раз показали, что они умеют развивать перспективные направления и поддерживают талантливых специалистов. Примеры Игорь Сикорский, Владимир Зворыкин и теперь Леша Якимов. Я раньше не знала, кто такой Владимир Зворыкин, но оказалось, это изобретатель телевидения и родом из Мурома из России. Родился в 1898 году. Так что тематика здесь очень даже политика здесь очень даже причем. Кратко скажу о физике квантовых точках и цветных стеклах. В самом цветном стекле двуокиси премия существуют такие электронные состояния, которые объединяют состояние примесных атомов в единые распространенные электронные состояния, размер которых равен размеру примесного кластера. Эти электронные состояния самого стекла и формируют пиннинг, то есть зацепление между примесными атомами. При уменьшении размеров примесного кластера энергии этих распространенных состояний возрастают. Наличие этих электронных состояний в самом стекле зацепления пиннинг это в основном изюминка этой науки о квантовых точках цветных стеклах. Вероятно, Алексей Якимов в своих публикациях на это указал, чем и заработал себе Нобелевскую премию. С моей точки зрения это чистая физика, но в принципе это можно отнести к химической физике в легированных стеклах в разделе квантовой химии, а квантовая химия это чистейшей воды квантовая физика. Подпись Павел. Спасибо. Спасибо. Ну, на эту тему могу сказать, что да, и физика в своих публикациях тщательно обходит стороной вопрос о том, что он не сумел продержать Якимова у себя в академии, и развернулся он в Государственном оптическом институте благодаря тем условиям, которые были в этом закрытом ящике. И назад он вернулся из Пытается обойти тот факт, что он развернулся именно в Государственном оптическом институте, что все это родом из физтеха, и назад он возвращался в физтех, и там защищал докторскую, но что не выкинуть слово из песни, но сократить количество куплетов в жизни Леши Якимова. А то, что квантовые самые точки явления были хоть как-то осознанно или привлечены технологии цветного стекла, о котором пишет он, да ничего подобного, слова такого не было. Были известны. Смешанные кристаллы, смешанные граница поглощения перемещаемой и все. Дальше не ходили. А уж разовод о технологии и воспроизводимость этого, ну, на то и технологии, и воспроизводимость, и промышленность, и Кло, и ГОСТ, и все это было сделано. Но механизм чего происходит внутри открыл Леша, понимаете, то, что я лишь повторял. Он внедрился в совершенно устоявшееся представление научно-технологическое со своим взглядом, прошел насквозь, как вот вопрос к булыжнику он задал, прямые последовательные вопросы явлению цветному стеклу, про которое все было ясно. Но он расчистил поле для мысли, выделив самое главное, нашел цимис вот этот нулеразмерный объект, измерил, объяснил, теоретически вместе с физтеховскими друзьями все это обосновал и вот тем самым заслужил мировой приоритет. Конечно, это чистая физика, никакой химией он никогда не занимался, но поскольку все на свете связано между собою, и поэтому квантовая химия и квантовая физика, это вообще неразделимые вещи между собой, ну и поэтому вот к примеру, выпускники физфака, профессора химического факультета, но шел такого особенно, а потому что наука едина, на самом деле, а мысль неостановима, она пронизывает все эти естественные науки, слева направо, справа налево, не отличить, если ты понимаешь в науке, то ты в любом месте найдешь себе применение, вот, это очередная попытка как бы ну принизить, показать, что все это было давно известно, что эти явления давно наблюдались, и ничего, не левинесценцию, Леша смотрел, а чего только не смотрел, и комбинационное рассеяние, и левинесценцию, а на самом деле наследник кафедры Гросса, как и никем почему-то неупоминаемым, незаслуженно, его лучший друг, Андрей Плюхин, к сожалению, покойный уже, который был его правой рукой у нас в лаборатории, он пришел позже, Якимов его из Фистеха извлек из Института полупроводников, тоже выпускали кафедры Гросса, они вместе работали, ну, Фистеховская закваска, начинка была вот в группе Якимова как бы центральным звеном, школа была, естественно, Якимов охотился за экситоном, только это могло доказать, что это микрокристалл, а кто-нибудь другой за экситоном охотился, да ничего подобного, видели вертикальную границу поглощения стекля, потому что концентрация была ого-го, не пробить ее было насквозь, Леша вычистил это поле вплоть до экситона, а увидев экситон, есть чем заниматься, это опять гроз, кафедра та же самая, Фистеха, и все вернулось на родные просторы, знакомые ему и другим, его коллеги сразу это признали, и поэтому он ушел и назад в Фистеха, и там докторскую защищал, просто не успел это сделать на развальных боях, боях, которые рухнулись с такой непостижимой скоростью, что трудно вообразить, когда я уже в более взрослом состоянии, отслужив в депутатах, снова пытался, мой знакомый по Питеру, был тогда, раз я в ГОИ, то он занимался ЛАМО, Клебанов, он тогда был министром науки, вот, а я пришел к нему со своими проектами, говоря, что давайте ГОИ, вот, хотя бы вот это направление новое освоим жидкости, жидкой оптики, что перспективное направление, почему же вот вы не сохранили хотя бы вот ключевые места, вот эти оазисы, в ГОИ, со вздохом Клебанов сказал мне, министр, сейчас уже нет тех задач, очень многозначительное утверждение, это просто означало, что вся эта гигантская наука финансирования и десятки тысяч людей, они были в исполнении тех задач, а тех задач, это означает готовность к войне против всего земного шара, но нет, тогда на время не было таких задач, вот, что выразилось в разрушении всей сопутствующей науки, а эта наука была вкреплена как оазисы в систему военно-промышленного комплекса, потому что без них как бы не пошевелиться, не двинуться, а потом в процессе оптимизации зачем нам содержать этих волосатиков-бездильников, им дай только волю, ну, примерно такое мне говорил Чубайс, дай только волю, так они же разворуют весь бюджет на свои научные интересы, кто их может сдержать, у них такие потребности, что просто ни на что другое не останется, он в каком-то смысле был прав, когда раскидали ведущих руководителей школ, когда Академия наук поставили, как сказать, коленно-локтевое положение, когда оказалась президента Академия наук, нужно утверждать где-то наверху, все, конец, это не Академия наук, это не научное учреждение, значит, Академия наук должна заниматься прикидкой, если мы выберем этого президента, утвердят его или нет, вот такого пристальния даже не было, понимаете, скрутить такую контору, как Академия наук, да, удалось, в том числе участием петербургского жулика, Петрика, который имел большой вход в парламенты, в КГБ, да, с дружными усилиями Академия наук, да еще прибавив там медицину, все такое хозяйство, естественно, все это размазали, как Баби говорит, кашу по столу, размазали, ничего от него не оставили, а уж содержать научное учреждение в военно-промышленном комплексе, то забудьте, нет тех задач, а сейчас поздно петербуржу. Спасибо, огромное спасибо, Павел Михайлович, вопросы еще? Если у нас есть время, если у нас есть время. Можно микрофончик? Мы стали смотреть Википедии и выяснилось, что Ефимову 78 лет, и я знаю, что в США есть ограничения, когда человек занимается наукой, но он работает, я так понимаю, не в научном учреждении. Он работал до присуждения Нобелевской премии, продолжал работать? Я не понял, что вы называете ограничения на науке? Ограничения по возрасту, когда во многих странах 65 лет или в 70 вещи на выход. Вот я бы спрашиваю. Это если ты работаешь в полугосударственном учреждении, типа там профессором, да, задние, то что по Зощенко, задние тоже хотят, да, ты профессор и профессор, но ты можешь быть фулл профессором, ты можешь быть, так сказать, профессором, как бы на пенсии, время, когда тебя приглашают, а вот так, чтобы читать лекции, да, там есть ограничения в зависимости от системы, но если ты работаешь в частной компании, кто велит тебя? Если ты полезный человек, в частной компании, кто тебя выберет? Если ты полезен, другое дело, увидят, что не полезен и выгонят. Такое я знаю, своими русскими знакомыми было. Кого первого нужно увольнять, как только трудности в компании пришельцев и русских, как бы они, вот моя зять, допустим, работала в компании геолого-разведочной, да, и золото искала эта компания по всему земному шару, и он облетал весь земной шар с вертолетом и с магниточувствительным прибором своей и академика Александрова разработки. Ну и первое, что сделали, когда не хватало золотишка для того, чтобы обеспечить нужды огромной компании, его и поперли оттуда. Он уехал, но сразу после его отъезда прибор, который вертолет возил, бархлить стал, перестал работать. Его вызывали, чтобы он починил. Он приезжал, прибор начинал работать. Поработал, поработал, назад его выгоняли, временно нанимали. Опять прибор плохо работал. Ну в кармане была четвертволновая пластинка, которая вставлена была. Это вставлялось в оптический канал этого прибора, которую Бонч Борьевич, Витя прихватывал с собой при отъезде из Америки. Не догадаться это не могли, потому что они зарабатывающая компания, а не научное учреждение. Ну, всякое бывало. Но с русских начинали при увольнении. Один короткий. Вот вы отметили, что Якимов много занимался закупкой западного оборудования передового. Вот я почитал Алексея Анущенко, его савтра, его первой работы. Вот он тоже самое пишет на Фонтанке.ру интервью, что он пролоббировал, как только пришел в ГОЭ, закупку, скажем, перечисляет английский придувной криостат фирмы Оксфорд, спектрофотометр фирмы Перкин-Эльми, американский криптоновый лазер спектрофирмы. Медленнее, пожалуйста, говорите. Ну, в общем, целый комплекс передового оборудования. Вопрос. Без этого оборудования возможно ли были бы эти самые Нобелевские исследования или они были бы в принципе невозможны? В принципе, невозможного ничего нет. Все можно сделать на коленке. Но просто это бы удлинило и затруднило бы эти исследования. Можно возбуждать и ртутные лампы с фильтрами, можно возбуждать было лиминесценции, а можно было точно перестраивать и попадать в нужную линию. Ну, вот, конечно, для правильной научной мысли нет ничего невозможного. В конце концов, греки догадались древнее, что земля круглая, понимаете? Вот. Сумели измерить, втыкая палку в полдень. В Греции и в Африке, да? И видя, что в полдень длина тени от этой палки разная, вычислили радиус земли круглый. Понимаете? Все можно сделать при помощи веревочной петли и палки. Но вопрос эффективности этого дела. Речь идет о данной конкретной премии. Понятно, что теоретики могут получать, например... Ну, значит, он к этим результатам пришел бы не в 81-м, а в 82-м или 83-м году. Но мысль о нуле размерных объектов возникла достаточно рано. Она была столь привлекательна, что хотелось из этой мысли о нуле размерных объектов сделать хорошую картинку, хорошую презентацию. А Леша знал, что нужно, как нужно экипироваться для того, чтобы это было сделано. В конце концов, комбинационное рассеяние, а прибор для комбинационного рассеяния был изготовлен на ламо. Соответственно, лазер был американский, а комбинационное рассеяние при помощи прибора сделано у нас на ламо. Так вот, что было первое? Комбинационное рассеяние мерили раньше без лазеров. За комбинационное рассеяние Нобелевскую премию дали при этом. Были лазеры? Фигушки. В общем, я как молодого сотрудника, который планирует здесь работать, такой просто вопрос. В чем, в принципе, назидание по этому поводу? Должны ли сейчас молодые специалисты ориентироваться на то, что уезжать на Запад или все-таки нет? Особенно учитывая какую-то напряженную обстановку, которую, к сожалению, к великому нельзя оторвать от политики? Потому что у меня вот такое впечатление, что вот тот путь, который он выбрал, то есть он, конечно, навязан обстоятельствами, но в текущих условиях он не совсем правильный. Я вначале сказал, ходить бывает склизко, по камушкам иным. Поскольку я американский гражданин, я не имею права судить о процессах, проходящих в стране, где я имею тоже российский паспорт. Понимаете, я в очень таком дурацком положении, да, в зависимости от того, кто хочет про меня дурное сказать, он из этой ситуации может дурное вызвать. Советов я давать не могу. Плохо эмигранту за рубежом, плохо, да, и между плохим он выбирает, что ему чуточку менее плохо. Это абсолютно личное решение человека, просто он должен знать, что когда он выкинут за борт обычного своего русскоязычного, понятного общения, когда он из этого нашего привычного расщепления сознания, что одновременно он должен принимать прямо противоположные, как бы признавать прямо противоположные сущности, да, и при этом от одних абстрагироваться, а другими только заниматься, а этим занимаются всякие ученые, он должен абстрагироваться от внешних обстоятельств, он должен абстрагироваться от политической борьбы, он должен абстрагироваться от внешней политики и желательно даже и от внутренней должен и заниматься своим делом. В этой ситуации он выбирает там, где ему комфортнее заниматься своим любимым делом. Я настолько не гарантирую, что уезжая за границу он будет и столь же комфортно заниматься своим любимым делом, даже наоборот, как только он окажется за границей, это занятие будет для него некомфортно. Вот были у меня знакомые, которые переехали туда. Да, вот кандидат наук по спектрископии, выпускник физфака, которым я пролетом был, работал с ним, когда он делал дипломную работу в университете. Сейчас уже достаточно взрослый, чуть не пожилой человек. Ну да, 20 лет разницы между нами было тогда. Он был молодой, я был 40-летний. Ну что, он работает в компании, измерительной компании, хорошая зарплата, но он занимается тем, что работает на спектрофотометре, меряет спектры поглощения в компании. Он квалифицированный, он знает спектрофотометр, знает, как мерить спектры поглощения, его за это ценят, и все. Какая тут нахрен наука вообще? К науке его не подпускают. Он приехал в достаточно взрослом состоянии, а там уже молодые, подготовленные специалисты, кто идет в науку, кто нет, а человека за 40 лет уже и не берут туда. Ты уже проехал свой возраст, когда 22-летний знает уже в этой области 10 раз больше, чем ты со своим барахлом. И вот, так что советовать не могу. Те, кто уезжает, это их личный выбор. Если там плохо и тут плохо, то, соответственно, человек начинает взвешиваться. Насколько плохо, да? На зарплату большую там надеяться нечего, да? А здесь зарплаты большой никогда не будет. Там нет надежды на большую, здесь нет надежды на большую. Нет. Это личный выбор. Спасибо большое. У нас, кроме находящихся в зале, еще есть большое число интерактивно участвующих, около 50 человек, в том числе академик Евгений Борисович Александров. И я не знаю, может быть, кто-нибудь из тех, кто интерактивно хотел задать вопросы. Это изумительно. А где он? Так, я не вижу... А где его нашли? Не вижу инициативы. Но список очень большой, тут сразу все не видно. Ну, хорошо тогда, я думаю, что... Евгений Борисович, включите звук. Он хочет что-то сказать, но у него выключен микрофон. Внизу слева значок микрофона. Его надо... Включил. Включил. У меня звук включен. Да-да-да, мы вас слышим. Пожалуйста. Ага. Я хотел бы сказать, что я с большим удовольствием послушал лекцию Михаила Никитича и полностью солидарен со всеми его сентенциями и рассказами о жизни в науке в Советском Союзе, включая его очень драматические ответы на вопросы издала. Единственное, в чем бы я хотел его поправить, буквально единственное, потому что мне очень все понравилось, что он говорил. Единственное, что я хотел поправить, просто для того, чтобы показать, что я внимательно его слушал. Он говорил о том, что лазеры появились в 58-м году. На самом деле, первый лазер был объявлен Майманом в 60-м году. Я это знаю точно, потому что в 60-м году я пришел в ГОИ. А Михаил Никитич, он молодой человек, он на 5 лет меня моложе. И он это упустил. Он пришел в такой момент, когда в ГОИ главным образом разрабатывались стеклянные лазеры на стекле. Лазеры на стекле. Ну вот, этого дурацкого комментария достаточно с моей стороны. Мне очень понравилась его лекция. Спасибо. Спасибо, Женя. Я принимаю все поправки. Я тоже в 60-м году пришел в ГОИ на преддипломную работу. Так что в этом смысле мы вступили в эту воду вместе. Беру свои слова назад. Но это просто означает, что когда первая в Советском Союзе появилась статья о лазерах на неодевом стекле, в котором я оказался с автором, вот мы тоже с тобой чуточки основоположники. Это верно. Евгений Борисович, я хочу добавить, что мы с удовольствием послушали бы вас. Я уже пытался вас пригласить, если помните. Так что если будет о чем рассказать, пожалуйста. Как видите, это можно делать интерактивно, мы прекрасно вас видим и слышим, поэтому можно сделать это не слезая с дивана, так сказать. Спасибо. Next time. Окей. Спасибо, Женя. Спасибо. Я думаю, что я выражу мнение всех окружающих. Во-первых, мы поставили рекорд. У нас никогда не было таких продолжительных семинаров, и вы получили огромное удовольствие. Я думаю, что мы можем сейчас выражать мнение всех, что если у вас будет возможность передать Акимову, что мы будем счастливы увидеть его здесь по дороге в Стокгольм или обратно, мы будем очень рады послушать его собственное выступление, а вот, так сказать, об этой премии. Понятно. Тогда я могу выразить надежду, что моя беседа с вами, это не лекция, моя беседа с вами, но как бы трейлер к выступлению Акимова в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на данный момент от того ГОИ, которое было в 70-е годы, сколько осталось по численности и какова судьба центральной площадки, если вы... Вы задаете вопросы, которые меня подводят под разглашение государственной тайны, это вы понимаете, да? Какая честь. Могу только сказать, что моя дочка недавно пришла, говорит, с подругой была в казино, летучая мышь. Очень понравилась, хорошая постановка и вполне все прилично, не голые задницы только показывают, но и перформанс, какой-то был, хорошие костюмы, режиссеры, очень понравилось и в кофейне там посидели. А где, говорю, вы были? В ГОИ, сказала она. Вуаля! Гносиологический корень оппортунизма. Значит, центральная площадка ГОИ, так называемая, она вся растерзана, главное здание, которое основали в 50-х годах было поставлено, оно уже продано, кому пока неизвестно, но, короче говоря, там биржевую линию захватил Литмо. Это давно уже. Да, вот эту линию захвачена, а все остальное отдан на откуп каким-то вот коммерческим интересам, потому что попытка туда внедриться частям конструкторских бюро провинциальных, которое с ГОИ было связано, не кончилось успехом, не прижились они там. Вот. И центральный вес переместился на Ломоносовскую. То, что раньше было филиалом ГОИ, теперь называется научно-производственным отделением ГОИ. Но если посмотреть на то, что там происходит, пройтись по коридорам, там такое количество табличек каких-то арендующих фирм, что я даже знал численность, вам не сказал, во-первых, а во-вторых, видно, что это порядок. Ну, посмотри, с 15 тысяч вообще не о чем разговаривать. Да, от моей лаборатории постепенно мои ученики становились начальниками лаборатории. Этих... Вымирает народ, вымирает. Понимаете, за такое время. Пик нашего развития пришелся на середину 80-х годов. И чуть-чуть мы не достигли вот следующего уровня, когда я знал, что на производство нашего стекла был введен миллиард, по темошней временам миллиард тех рублей, для того, чтобы было массовое производство нашего стекла, для того, чтобы в ответ на звездные войны американцев строить такую страшную царь-пушку, которая снизу стреляла бы их проклятым спутником, которые должны были клевать с орбиты наши ракеты, взлетающие наверху, потому что считалось сам уязвимым. Все ракеты взлетают вертикально, они проходят стратосферу, там никаких облаков нету, дальнее наблюдение, это спутники государственной премии и спутники, запущенные, сделанные в ГОИ. Дальнее наблюдение со страциально-архоорбит, которые смотрят на взлетающие ракеты, и видим систему раннего предупреждения запуска, и вот американцы хотели со своей дальней системой слежения за запуском клевать эти ракеты в темечко со своими мощными лазерами, а наша задача была строить снизу царь-пушки для того, чтобы сбивать эти спутники. То есть самая вообще движуха была. Это была разводка американцев, которые на своей поблизости звездных войн могли создать Панаму и видимость туман, траты огромное количество денег, увеличение зарплат 2-3 раза, приглашение ученых и конструкторов в систему звездных войн. Это все было для того, чтобы выманить нас в гигантские расходы и разорить, воевать никто с звездными войнами не собирался. Но так хорошо была поставлена реклама, так хорошо была дымовая завеса прикрытия нами ученых и реальной зарплаты и конференции на эту тему, что наши повелись, наши задачи быть не хуже, чем они. Раз они это хотят, значит, мы должны чем-то противодействовать. И если бы дальше пошло, то мы разорились вообще в ноль. А так мы разорились просто до развала Союза. Ну что, еще раз огромное спасибо за нашу дату можно завершить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...